Девушки отдыхают Мы продолжаем цикл передач от тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». Девушки отдыхают Эта история произошла два года назад. Пожар вспыхнул на ферме в Барышевском районе. В ту самую ночь нашей героине Фериха Лантаева, после дневной смены в коровнике, где трудится телятницей, осталось там же дежурить. Девушки отдыхают И мы начали тушить. Потом смотрим, уже невозможно тушить. И я начала коров обвязывать. Зачем нужно было обвязывать? Чтобы не сгорели они. Горить-то жалко. Они тоже как люди-то. Но не могут только они разговаривать. Им тоже больно. И я обожглась. Руки обожгли у меня, когда я быка отвязывала. Бык прямо около пламени стоял. Я не чувствовала ничего. Я и не думала про детей, про внучку. Медсестра наша прибежала, Валентина Петровна. Вот она первую помощь оказала. Я благодарна ей за все. Вот она первую помощь оказала. Я говорю, Валь, может не поеду, так останусь. Она говорит, куда останешься. Скорую вызвала она. И поехали. Скорую увезла в нашу районную больницу. Из районной больницы женщину на скорой помощи привезли в Ульяновск, ЦГБ. Здесь ей назначили лечащую врача. Им оказался 30-летний Алексей Мордюков. И несмотря на свой достаточно молодой возраст, врач-хирург настоящий профессионал своего дела. Три года назад в больницу он внедрил новый способ лечения ожогов. Алексей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, про этот метод. Я так понимаю, пациентка является первой, по которым вы лечили по этому методу ее? Нет. На тот момент у нас уже был опыт лечения подобных пациентов. Пациентка к нам была переведена из Барышевской районной больницы. У пациентки была тяжелая термическая травма, которая включала в себя ожоги не только кожных покров, но и дыхательных путей. То есть у нее была так называемая термоиногляционная травма. У пациентки также была обширная термическая травма. У нее площадь была 16% поверхности тела, что, естественно, сопровождалось развитием ожогового шока и в последующем ожоговой болезни. Мы применяли современную, высокоэффективную технологию лечения. Почему я говорю, что это технология, а не какая-то методика? Потому что она включает в себя несколько принципиально новых подходов к лечению. Это и местное лечение, то есть перевязки с использованием специальных перевязочных средств влагосберегающих. Раны, вот глубокие ожоги, мы перед тем, как наложить на них кожный трансплантат, мы иссякаем верхний слой. Таким образом, рана у нас становится более чистая, менее инфицированная и уже представлена более зрелой грануляционной тканью, которая лучше воспринимает кожный трансплантат. Это позволяет добиться 100% приживления кожных трансплантатов, чего нельзя было достичь раньше. В больнице Фериха Хамитовна провела целый месяц. Затем долгий период реабилитации, постоянную консультацию врача. И вот скоро нашей героине предстоит снова лечь на операционный стол, чтобы перенести еще одну операцию. Я плачу. Алексей Евгеньевич говорит, не плачьте, все будет нормально. Спасибо медсестрам. Большое-большое благодарность за им. Спасибо. По статистике, в ожоговое отделение этой больницы за сутки поступает в среднем 6 человек. Судьбу нашей героини, как и герои всех предыдущих программ, врачи решили в одно мгновение. Это еще раз доказывает, что у медиков на счету каждая секунда. Этого времени достаточно, чтобы спасти чью-то жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok